Соревнования добровольных пожарных дружин ведут свою историю аж 1957 года. И это, пожалуй, один из тех, не побоимся сказать, видов спорта, который никогда не потеряет своей значимости. Номер пожарной службы – самый первый в любом телефонном справочнике. А первое, что предстояло сделать огнеборцам, это набрать 0-1 по стационарному телефону. Кстати, раритетные аппараты черного цвета – одногодки и верные спутники-эстафеты. Операцию «Звонок другу» спортсмены выполняли по-разному. Одни аккуратно помещали трубку на свое место, другие, сообщив о пожаре, просто бросали ее, едва не опрокидывая аппарат, за что получали штрафные баллы. Далее по кругу правильно и быстро растянуть пожарный рукав, перепрыгнуть через стену, потушить горящий манекен. Женская половина ничуть не уступала в этом искусстве мужчинам. Например, Любовь Пьянкова из цеха номер 38 с первого раза, да так, что зрители глазом не успели моргнуть, ловко перескочила через высокое препятствие, которое сильной-то половине не всем с первого раза покорилось. Но самым сложным этапом был, конечно, тет-а-тет с пылающим противнем. Масло в огонь, а точнее смесь из солярки, бензина и воды подливали работники противопожарной части. Правда, сами же потом и заканчивали тушение противня за участников. Вроде бы все просто, я не знаю, чего-то не хватает, чего я сам не знаю. Для меня-то просто. Но я думаю, что на заводе должен быть каждый готов к каким-то нештатным ситуациям, поэтому вот готовим, готовим. Отлично справилась тушением огня на последнем этапе, когда нужно было сбить струей воды фишку. Спортсменка из цеха номер 21 Юлия Татаринова. Юлию уже приходилось бороться с красным петухом по-настоящему у себя на даче, когда загорелась проводка. Пожарный рукав тогда заменил садовый шланг. Ну, несложно, как выполнение в общем-то идет, что от этого. А так хорошо старались, в общем, все сделать. Старался держаться одним целым и коллектив цеха номер 32. Ты всегда волнуешься, всегда переживаешь, потому что тут не за себя выступаешь, а именно за команду. Боишься подвести команду. На что ты настраивал свою супругу? Как? На победу. Самое главное победить надо было на первом этапе, дать отрыв, чтобы хотя бы одну-две секунды разницы, это уже большая роль играет в соревнованиях. Женская команда половинно-лицейного остановилась на второй строчке пьедестала почета, уступив золото соседям, представителям цеха номер 22. Цех номер 38 взял бронзу соревнований. У мужских команд кубок завоевала вторая команда цеха номер 16. Серебро взяли спортсмены 37-го цеха. Замыкая тройку призеров пожарная дружина цеха номер 22. А мы, уважаемые телезрители, хотим напомнить вам простые истины. Если вдруг вам понадобится позвонить в пожарную службу сотового телефона, то для тех, у кого оператор мотив, звоните 901. Если у вас билайн, звоните 001. Для тех, у кого связь мегафон, номер остается таким же, как со стационарного телефона 01. Для пользователей сотового связи Ютел и МТС 010. Запомните эти цифры, но дай бог, чтобы они вам никогда не пригодились. Спасибо. 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 Спасибо.